Итак, всем привет, с вами Дубе, продолжаем играть за США под Маккартером, нашим Цезарем. Мы тут уже неплохо так от дебафов избавились, остался лишь дебаф, по-моему, политический. Ну-ка, где он был прекрасный? Ага, я его даже найти уже не могу, подождите. Он уже есть? Ладно, в любом случае... В любом случае, едем мы в Японию. Сюда уже наш флот дал нам преимущество, можем высаживаться. Единственное, я думаю, я, наверное, флот все-таки подведу вот сюда, да? Просто напрямую, чтобы помочь высадке. Ну и посмотрим, насколько у нас там что получится. Я думаю, нам уже вот эту армию, которая сейчас стоит на гарнизонах, вот эту, можно отсюда отправлять как минимум на Гавайи. Потому что пока они доедут до Гавайи, эти ребята в плане всегда доедут до Японии. И уже оттуда, по пути, они будут переправляться вот сюда. Думаю, должно пойти. У нас, кстати говоря, 47 тяжелых крейсеров построили. Сколько из них мы построили? Хороший вопрос. Вот Пенсаколы вот эти вот. 20 штук из них это построены. Остальное, кстати говоря, уже было. Прикольно. На самом деле, плот, конечно, гигантский. Тем не менее, бит мы еще им не видели. Мне, на самом деле, хотелось бы попробовать повоевать еще с Японцами. Ну, пока без этого. А вот, кстати говоря, где это было все. Секретные модификаторы, они еще просто пониже были. В любом случае, мы уже почти от них избавились. Так что давайте-ка делаем. Еще 2% военно-весного населения можно взять. Эх, конечно, да. Конечно, жестко. Еще аргу можно взять. Вот. Слушайте, ну, давайте сначала к арге пойдем. У нас, кстати говоря, организация, я посмотрел на морпехах, просто вот такая вот. 75 здесь, но это лишь на бумаге. Это лишь на бумаге. Если мы зайдем сюда, здесь 116 организаций. Я так понимаю, что здесь тоже какая-то, да, космическая 93, у пехотки 85. Просто безумная арга. Как я и сказал, мы, я думаю, сейчас захватим Японию, будем нашу армию переделывать на намного больше артиллерии, я думаю. Потому что организация позволяет. И с танками у нас может быть именно та же ситуация, но там, конечно, еще и прочность надо будет откуда-то взять. Что-то говоря, надо попросить бы права на стоянку у всех вот этих ребят. Типа, а что нет? Если мы воюем с ними против одного и того же противника, почему бы их морскими газами не пользовался? Вот теперь у нас, как вы можете видеть, плот может оперирует вообще где угодно практически. Хотя, блин, нет, здесь ничего не изменилось, здесь и так все было точно так же. Ну ладно. Мы немножко потеряли развит данных. Из-за этого мы не видим идеально, где японские корабли. Но, насколько я помню, там не было никого на атаке конвоев. Следовательно, наших морпехов никто перехватить не должен. И я вижу, что Токио-Пом вообще что ли не прикрыто, или мне кажется... Давайте, прежде чем высадится, мы нажмем вот этот баф. Взломаем их сеть. Да, мы в принципе готовы, поехали. Ну-ка, ну-ка, и как тут все? Все шикарно, все шикарно. Уже на старте, а еще наша атака подросла, падение Токио сразу же идет. Да, все у нас в этом плане шикардос. Вот так будем делать. И наша вот эта армия направляется вот сюда. Давайте-ка им сюда и сделаем. Приказ они, кстати говоря, доехали? Да, они доехали до Гавайев, кайф. Но сейчас еще и вот резубы наши войска сюда прибудут. О, я вижу, где ябонский флот. Блин, мы, конечно, можем попробовать туда сплавать. Но я не знаю, мы успеем или нет. Давайте попробуем доплыть вот так. Этому флоту мы поставим приказ не отступать. Они уже отступили, так что, скорее всего, они отступят. Но какие шансы у этого флота догнать битвы? Вообще некоторые есть, я бы сказал. Давайте на патрулю вот сюда. Может, найдем еще. А наши морпехи очень хорошо пробиваются вот здесь вот. Отлично. Еще и сейчас доедут моторизованные ребята. Будет вообще шикарно все. И я немножко реорганизовал наш флот. Потому что у нас были вот эти древние корабли, которые плавают по типа 18 узлов. Тут, скорее, что-то, что плавает 30 узлов. Да, что-то, оказывается, было быстрое. Ну, чуть-чуть лишних. Ну, ладно. Потерпим без этого. Так что немножко вот так вот реорганизовали. Сейчас посмотрим, насколько это вообще себя будет показывать. Вроде как мы все еще должны быть очень сильными. Ну, да, прямо так есть. Нам немножко не хватает охранения. А партия патриотов? Партия, ну, не знаю. Либо создать партию. Смотрите-ка. Станет лидером авторитарная демократия. Ага. Еще, то есть, демократизироваться, да, немножко так? Нет, я думаю, партия не нужна. Вот, кстати говоря, мы здесь повоевали еще с ними. Вроде как даже успешно. Здесь наши линкоры, что ли, были? Да. Видимо, значит, наши линкоры напали, которые поддерживали армию. Ну, допустим. Допустим. В принципе, как я сказал, наш флот, в принципе, не победим. Даже если он устарел. Потому что, ну, фигишка лучшего и не сделает, наверное. А еще мы уже настроили некоторое количество авиации. И начнем применять эту авиацию над Японией. Посмотрите, мы просто не несем потери. Как я и говорил, это супер просто вундервафли воздушные. Но они просто безумно дорогие. Конечно, размениваться бы они будут шикарно. Носить урон наши самолеты будут шикарно. Но, как я и говорил, они дороговаты. На самом деле, не сильно выгодно. Так и делать самолеты. Но мы получаем удовольствие от игры. Так что нормально. Скоро-скоро уже наши моторки доедут. И с ними-то мы уже точно сможем нормальное вступление сделать. Пока что наши морпехи просто кое-как удерживают фронт. Еще одна, кстати говоря, битва на море. Ну, мы ее вроде как да. Просто выигрываем. Ну, ничего необычного. И все. Морпехи могут успокоиться. Помощь прибыла. Ну, воздушная помощь прибыла еще заранее. Но эта помощь прибыла только что. Можно распределить наши силы. Так приятно, конечно, наблюдать за вот этими цифрами, да. Когда вы не теряете самолеты, потому что защита миллион. И теряете... И враг теряет кучу самолетов, потому что атака миллион. Но, опять-таки, в нормальной игре этого делать не стоит. Потому что вы вряд ли сможете построить достаточно авиации для этого. Ну и что у нас по потере? Давайте посмотрим. Пусть была достаточно для нас затратной, я думаю. 43 тысячи мы потеряли. 44 считается не очень приятно. Но нанесли 360 тысяч урона. Поэтому авиация в этом, как бы, тоже была замешана. Кстати говоря, параллельно тоже еще битва проходит. А наш флот не хочет помогать в этой... Нет, не хочет. Ну ладно. Ну ладно, не хочет, так не хочет. Так, смотрите-ка. Лигио Мемберс Вин Лекшенс. А Легион-то кто такой? Патерналисты? Это тоже патерналисты. Допустим, наверное, я не знаю. Вроде как нормально. Ой, я тут не заметил. Оказывается, 4 авианосца японских потопили. Ну и, в принципе, я так понимаю, весь их лот в этом моменте потопили. Бывает. Случайно не заметили. Я, по-моему, все говоря, продолжают нас атаковать. Смотрите, просто как безумные. Удачи вам с этим. Я решаю, кстати говоря, заранее пробиться к еще одной авиабазе. Пока что я не спешу атаковать. Мы хотим доразменяться в воздухе все-таки. У них еще есть какая-то авиация. Мы хотим добить полосе преосходства. Плюс, возможно, доктрину подкачать вместе с этим. И вот авиабаза еще у нас появляется. Тоже мы ее заряжаем самолетами. Как бы, что нет. И после этого уже, думаю, чуть попозже нападем. У нас еще и планирование не все. Как бы, да, куда спешить? У нас еще есть время. Ну и они истощаются тоже нам это. Когда на руку. 400 уже 40, ну 30 тысяч потеряли японцы от нас. Это еще не предел. Но, кстати говоря, участие войны нам не так много дали за это. Но я думаю, еще получим сверху. Когда все капнем. А что в Европе? Давайте посмотрим, что здесь происходит. А фронт стоит на Западном фронте, как говорится, без перемен. Реально ничего не происходит на Западе. Здесь в Испании все еще гражданка тоже идет, воюет. Эсманы все еще воюют с этими ребятами. То есть все фронты, в принципе, стоят. В Индии тоже фронт стоит, кстати говоря. А Россия все так же ничего не делает. Говорится, о, ничего не происходит. А мы возвращаемся в Японию. Говоря, наши тактики не могут бить по надводным целям, но могут бить по портам. Поэтому давайте добавим сюда цель порты. Кстати, у нас чего не хватает? Немножко снабжения и дождь. Давайте вот так вот поставим еще, чтобы эффективность была побольше. О, и мы закончили с этими фокусами практически. Американская стратократия. Как бы, да? Что, нет еще одного военобязанного населения? Господи, у нас его просто, смотрите, уже семь с половиной, восемь с половиной. Сейчас будет девять с половиной. Там еще три и три. Жесть. Я посмотрел, он, собственно, штурмует... У нас точнее морская атака один, так что, ладно, забудем про вот это. Но вспомним про логистику. Нам надо опыт, черт возьми, добить. Хотя бы давайте логистику, побьем им. Еще у них как? Что там по логистике? Ну, что-то есть. И этого что-то скоро не будет. А нам нужно, да, добить опыт. У нас здесь еще много доктрин не взято. А еще я решил, у нас тут немножко лавулов не хватало. Да, надо дообучаться. В принципе, кто нам может помешать? Не японцы же, у которых нету ничего уже. Так что, да. Идем, идем, пообучаемся. А потом, я думаю, можем уже вот так возобновлять нашу. Кстати говоря, морпехи тоже очень сильно, потеряв людей, потеряли еще и кучу обучения. Неприятно. Ну что, я думаю, можем, в принципе, уже переходить в атаку. Морпехами, наверное, я не хочу переходить в атаку. Так что только матризованными единицами. И прекращаем удары по логистике, чтобы наши ребята не отвлекались на ненужные миссии. Так вот происходит битва. Одна дивизия встречается с их дивизиями. Кстати говоря, только с одной. Из-за того, что они с ракетки. И просто авиация ее уничтожает. В принципе, на самом деле, достаточно исторично, я бы сказал. У нас, кстати говоря, щиток. Да ладно, у нас броня 4. Сколько у них... Пробежание бой нас 4. Блин, реально. Это из-за одного механа. Вот этого вот. У нас, который я добавил уже. У нас щиток появляется периодически. Забавно. Стратократия у нас была принята. Теперь мы можем пойти... Примерно без разницы, куда нам идти, на самом деле. Ну, давайте сюда. Еще 5 арги. Господи. Ну и под авиацией, конечно, мы делаем чудеса. 815, 820 уже потерь. Господи, просто тысячами, тысячами добавляются. Эти потери у нас же, наверное, единицами. Авиация, конечно, да. Как я сказал, делает реальные чудеса. Давайте только вот это вот проконтролим. Потому что, как обычно, перед проливами у нас сломаются все фронты. Но ничего. Этих ребят мы уже начинаем обучать. Типа, что... Куда, куда ждать? Пускай уже это тренируется. Ну и мы уже берем Киото. И я чувствую... Слушайте, Гонконг взяли, ну... А кто взял Гонконг? Гост-Азия, вау. Я думаю, уже ничего не поменяет. Японская армия. Все, уже поражение Японии предрешено. Здесь какие-то ополчения еще не подняли, видимо, ивентами или что. О, в Токио даже. Вот это в Токио, кстати говоря, не очень удобная для нас тема произошла. Давайте-ка с этим всем разберемся сейчас. Там, причем, прям реально, вот эти дивидии даже неплохие. Но я не думаю, что они нас могут остановить, честно говоря. Так что продолжаем наступление. Смотрите-ка, у нас поставлен здесь перк на плюс шансы на маневрирование и координации. Тем временем, маневрирование и координации нашего адмирала. Ты, конечно, да, учиться не собираешься. Ну, ладно. О, еще один интересный баф. Минус 2 тнп, приятно. Стабильность, поддержка войны плюс 5 в неделю. Господи, у нас эта поддержка войны просто бесконечная какая-то. Единственная проблема в том, что это базовое значение только прибавляется. То есть, если в теории нам накидают каких-то дебафов на поддержку войны, у нас все равно она может пойти в минус. Ну, то есть, она может уйти от 100%. Потому что вот это вот не перекроет сверху дебафы. Это только базовая, так сказать. Только база. Но скорость строительства заводов плюс 20 военных. Это нам надо. И 2 тнп. Сейчас пойдет нереальное американское экономическое чудо. Да, вот это нереальная сейчас тема. А вот этот остров, как вы думаете, кому, какому овецовному региону принадлежит? Вот этому, вот этому, вот этому, может быть. А хуй там плавал, вот этому. Жесть. Хотя он полностью находится, ну, можно сказать, вот здесь. И, блин, я реально японцев чуть ли не до последней провинции добиваю. У них поддержка войны, да не такая большая, честно говоря. Странно. Если говоря, флот опять, они где-то... Куда-то у них корабли еще остаются, они где-то их, не знаю, прячут постоянно. Да я нахожусь новое и снова новое. Но должны они закончиться в один момент, я чувствую. И мы реально захватили всю Японскую империю. Они еще не капнули. Я так понимаю, да, вот эти территории тоже национальные, поэтому была такая проблема. Ну что ж. А, ладно. Тогда мы планируем выставки вот сюда. Что я могу еще сказать? И мы завершили атомные исследования. Пока что это даст нам только темпы исследований. Но попозже, попозже вполне себе можем это уже использовать. И что? Можно вот эти пока что бафы тоже все взять на промку. Что нам еще надо? Авиация. Блин, авиацию можно было зараживать. Блин, 400 дней, целый год ячейка. Не сильно хочется. Давайте начнем потихоньку в танки выходить. Нам бы танков добавить себе. Мы уже делали много механа. У нас уже есть материзованная база. Нам бы еще надо добавить танковую базу сюда. Есть наш казарменный капитализм. Давайте-ка, все американские легионы. Мы почти доделали все политические фокусы. Потом чуть экономических. Что нам станет? Столько какую-то авиацию и флот. Но это уже не так интересно у нас уже потому что... А! Нет, у нас есть еще интересные фокусы. Окей, тогда да, доделываем политические. Наверное, я сделаю еще авиационный вот досюда. Потому что 15% фасов это много. И мы будем снова в деле. О, а Япония все-таки капнула. Я уже собирался кнопку нажимать. Видимо, у них варсаппорт допадал достаточно, чтобы капнуть от этого. И да, мы будем брать себе, я думаю, все. И Филиппины, и скорее всего Сиам. Отлично. Вот мы и добились своего производства в Тихом океане. Все острова наши. Ладно, они все здесь еще есть. Немецкое присутствие. И, кстати говоря, Фонтянь, который поддержался Японии в один момент, тоже здесь существует. Но я чувствую, он рано или поздно проиграет. Ну, у него все-таки слишком мало пронгий по сравнению с этими ребятами в судме. И без японской поддержки это точно не справится. С японцами, как бы еще у них были шансы. Без... Это точно смерть. Здесь, кстати говоря, синдикалисты наконец-таки начали сыпаться. Ну, ресурсы так или иначе заканчиваются. У них их просто меньше. Всегда, когда бота совершают, он должен смотреть в первую очередь на просто военные заводы. Кто мощнее? Потому что рано или поздно запасы кончатся. А боты атакуют постоянно. Кого-то закончили запасы, равно он проиграл. Так это и работает. Так, кстати говоря, можем тут определиться, какова это штат или территория. Это штат. И сейчас будем решать всякие судьбы. У нас демобилизация экономики идет, кстати говоря. Давайте тогда это... Чтобы этого не случилось, мы сразу пойдем сюда. Сразу пойдем побыстрее, я думаю, вот сюда. Ну, и наделать здесь варенье, так сказать говоря, вопрос. А японцам... Да, японцам, кстати говоря, острова все были переданы. Когда мы создавали варенье, там не было варианта оставить себе острова. Ну, ладно. Тем не менее. Тем не менее, сматризованные наши войска едут к Мексике. Пехота стоит у границ Канады. Варпехов, я думаю, можно направить на каких-нибудь коммунистов, в Южной Америке. И будем смотреть, куда мы пойдем в первую очередь. Честно говоря, Германия-то воюет еще и с Амптантой каким-то образом. Я не понял, в какой момент это произошло, но это произошло. Я заметил это вот здесь вот. Что ж, сколько мы будем вторгаться, собственно говоря, в Мексику, точнее, в Канаду, то нам нужно задуматься и о вот этих ребятах, которые тоже являются частью как раз-таки Канады, Канадского Альянса. Я думаю, начнем мы с Панамы. Потому что это исконно американская земля, как говорится. С нашей, я думаю, морской базы в Кубе мы сделаем непосредственно сюда выстку. Давайте-ка как-то так, чтобы они вот отсюда планировали. Отлично. Поехали. И почему бы не попробовать нечто вот такое безумное, да? У нас здесь как будто 35 арки, но мы знаем, что это не так. У нас 400 софт-атаки, миллион защиты, миллион прорыва. Опять-таки, арки будет намного больше. Давайте попробуем повоевать вот таким дивизием. Нам нужно много всего на это будет. Давайте я сразу это поменяю, чтобы видеть вообще, какие у нас будут запросы промышленности на это. И, наверное, что-то откуда-то убрать, я думаю, нужно будет, ведь мы будем фокусироваться как раз именно на высококачественных, моторизованных, я думаю, войсках. В нашем случае даже в механизированных войсках. И опять, надо только танков еще добавить, пожалуй, и было бы вообще шикарно. Я думаю, Тайвань, пожалуй, мы бы оставили как нашу морскую базу здесь в регионе. Причем, у них, кстати говоря, мы можем оккупировать что угодно, ведь у нас еженедельные изменения просто моментально это все перекроют, ведь урон наносится на базе, а базы у нас много. Падение Парижа. Наконец-таки Метклик напоминает первый. Да не сказал бы, очень долго все шло, но в итоге пробились они. Блин, ну, в целом ситуация еще такая терпимая, но мне кажется, там уже войск, скорее всего, нету ни у тех, ни у тех, но в Германии все чуть-чуть побольше. На один-полторон, как говорится, больше, поэтому они и побеждают. Но Германии еще должна быть война с Канадой, так что ситуация для них не самая лучшая. О, у нас еще... У нас что, что-то считается ненациональным? Колония? Да что, еще не вся промышленность была? Установить юг? Да, слушайте. Верунцаря, сказать попросим. Смотри, что они ответят нам. Ну-ка, ну-ка. Антанта, что ты нам ответишь? Аляска... А, возвращаю все-таки Аляску нам. Ну, было бы, наверное, странно, если бы они не вернули, когда у нас столько войск на границе, да, как бы. А их войска где-то непонятно где. Да, мы сейчас еще повосстанавливаем всякие штаты. Блин. Это, конечно, да. Это я, конечно, пропустил. Что мы видим мои ресурсы и промку не всю. Хотя, ну, как бы, должны всю. Все еще. Наверное. Ну, сейчас узнаем. Слушайте, а... И вот это мы тоже можем игнорировать. 5 стабильности. Такому вообще это важно. У нас еженедельно плюс 2,3. Да. И... Да, мы это игнорируем и готовим вторжение в Мексику. Начнем мы покорять все... Все, всю Америку вообще, я думаю, с Мексики. Но в Канаду, туда-сюда. Учитывая то, что мы можем оккупировать территории, потому что у нас кэшбэк нереальный. Вот там поддержка войны 6% еженедельно, это 2%. То мы можем просто все это оккупировать в одну сторону. Я думаю, почему бы и нет. Почему бы и нет. В остальных материках, в остальных странах мы будем, конечно же, создавать просто бариенточное правительство. Но именно... У нас почему нет. Так, кстати говоря, ирландская и американская торговля. Плюс 6 ресурсов. Да, 6 ресурсов звучит приятно, конечно. Слушайте, да, мы реально можем договорить. Снова 5% всего лишь отнимется, который мы восстановим просто за несколько недель. Так что да. Демобилизации экономики не будет. И мы, кстати говоря, скоро начнем делать танки, я чувствую. И есть оно. Встражаемый Мексику готово. А мы будем доминировать в Центральной Америке. Либо Южно-Синдикализм. Мне очень понятно, что вот это такое, да. Тем не менее, давайте сразу, наверное... Да, мы пойдем. Гавайский совет, Филиппины. Вот это все у нас так есть. Давайте... Что здесь надо? Тут военные заводы, поддержка войны. Атаковое сказанное значение. Короче, куча интересного всего. Вообще, в новый корпус это полезно. Время на вторжение минус 25%. Это круто. Давайте будем сразу в Канаду готовиться. А мы начинаем наше вторжение в Мексику. А это просто КБ даст. Я понял. Давайте-ка так. Еще авиацию сейчас назначим. И мы начинаем операцию по декоммунизации Южной и Центральной Америки. Как у нас шоусь, как себя показывает? Шикарно себя показывает. Хоть и еще не заполнены, честно говоря. Да, арги у них будет много. Но продолжим мы все это уже, ребята, в следующей серии. А с вами был ДПГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребят. Группа Дискорда. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.